друзья всем огромнейший привет рада видеть вас у себя на канале у меня новый влог я сейчас нахожусь в аутлетовской зоне это такая деревня которая называется бар кабель ночь и в принципе я собираюсь прогуляться по аутлетом посмотреть что-то прикупить пари наверно знают русский помахал мне и конечно я беру вас с собой потом мы пойдем в икеа какую милоту нашла 70 евро ее цена атлетовская но очень милая кстати подходит полностью под мой образ сегодня вот смотрите такая же побольше какие здесь милые интересные акцентные ботиночки но посмотрите конечно я не знаю что будет с этим каблуком когда попадешь какой-нибудь дождь или непогоду но смотрится довольно мило конечно если в помещении на какой-то фест то вполне себе ок и кстати хочу отметить что я давно здесь не было много каких-то интересных позиций которые можно найти вот видите какой топ 250 крон посмотрите на лето такая круше такое замечательное платье с светлой кожей мне кажется вообще светлая кожа всегда смотрится более выигрышно нежели черная потому что черная в какой-то мере может уйти в какой-то немножко такой да и пошлости направления вот посмотрите 200 евро его цена атлетовская стоил кстати ой оно это платье 400 евро но как круто оно будет смотреться с сапогами с какими-то такими структурными верхами прям очень стильно кстати вот мне оно понравилось сейчас посмотрю еще размер с потому что в принципе и с босоножками с какими-то саба оно будет круто смотреться и конечно бежевую кожу я просто обожаю какая яркая кожаная юбка посмотрите такой цвет морской волны вот сразу видно датская эстетика яркая кожа еще вымыть яркий топ и акцентные полусапожки очень здорово смотрится ну давайте уже глянем их цену сто евро практически но очень стильно и вообще у меня как-то было если покупала платье из такого плотного атласа и в принципе оно мне понравилось и по качеству я его долго достаточно поносила и потом еще в секонд-хенд отдала вот здесь у нас раньше был outlet акта studios но вот почему-то они его убрали а и 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 Ой, пойдемте, я тут разбиваю все посюду Так, это какая-то уже последняя цена Ну и какие замечательные полусапожки Как будто бы носик немножко к октаве Сколько их цена? Треть седьмой размер жаль Треть седьмой, мне нужен тридцать восьмой все же Хотя некоторые обувь могут сойти на тридцать седьмой Я не знаю, как мне сейчас уйти без этого пальто Посмотрите, какой шикарный вариант дутого пальто В таком красивом бордовом цвете Это размер М, но я уже вижу, что С я бы себе не хотела Я сразу подвязала под фоезд И его можно носить естественно вот таким вот образом Тогда оно вообще смотрится довольно объемно Здесь скорее всего не пух, а полиэстер будет Да, видите, здесь такая подкладка Ну какое оно классно! Боже, я его хочу! Давайте смотреть быстрее цену Возможно, если в районе двухсот евро То я подумаю, если больше, то нет Цена этого пальто шесть пятьсот Тридцать процентов скидка Я, вы знаете, еще, возможно, поищу на других платформах На других сайтах Здесь вам хочу показать просто такое черное платье со сборкой Красиво сочетается с ботфордами Мне кажется, довольно симпатично под пиджак Как я примеряла под пальто и под эти ботфорты Мне кажется, замечательно А на осень с кардиганами С какими-то верхами Вполне себе даже симпатичная модель платья Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот так, как вы понимаете У нас здесь не совсем много каких-то брендов В основном это или шведские, или датские, или норвежские И какие-то спорт фирмы Вот, чего-то большего здесь, конечно, нету Ну, вот сейчас давайте зайдем еще глянем в Кельвин Кляйн Что там еще? Томми И давайте, кстати, еще зайдем с вами в By My Embirier Так же неплохой довольно аутлет И можно найти какие-то интересные там вещи Сумки красивые есть Ну, и что-то базу И даже какие-то классные акцентные платья Ну, вот видите сразу какой красивый пуховик Бросается в глаза Джинсы Челси, кстати, довольно актуальна Вот, посмотрите, какие милые штанишки Стоили 2.300 Сейчас 50% скидка Это, собственно, я Так, что у нас здесь? Шарф Я подумала, это такая юбка с бахромой Но это шарф Красивые такие атласные брюки 500 кром Сейчас их цена И 34 размер В принципе, мой размер Посмотрите, как довольно неплохо смотрится сумка Люблю такие вместительные Конечно, здесь нет замка А цена ее, кстати Давайте посмотрим, сколько стоит Стоит она, девочки 2.300 минус 30% 230 евро минус 30% Ну что, друзья Здесь я тоже решила кое-что примерить Это шерсть Такое вот шерстяное платье Это атласные брюки эти, которые Сумку взяла с ботинками Просто для какой-то скомпоновки образов И вот эту вот маечку хочу примерить Возможно, я ее себе куплю На нее сейчас 50% скидка Мне кажется, вполне симпатичная Но меряем Ну что, друзья Первый образ выглядит вот так Что хочу сказать по поводу брюк Просто великолепная Посадка очень классная Немного выглядит расслабленно Здесь такое все приспущенное Конечно, под кроссовки Я бы их, скорее всего, не использовала Это под какие-то сандалии Или под каблук, под сапожки Но смотрятся великолепно Мне нравится их форма И я бы уже, скорее всего, 100% их купила Но здесь есть небольшая затяжка Вот здесь вот Я вам ее покажу Не знаю 50 евро, конечно, классно Учитывая то, что они стоили дороже Но все же я буду знать, что там эта затяжка Буду чувствовать себя некомфортно Поэтому брюкам скажу нет Вот не знаю, что делать с футболкой Она мне как бы и нравится Но прямо такого огромного желания ее купить Я пока не испытываю Не знаю Сейчас еще примерю со своими джинсами Но, возможно, приобрету Стоила она Аутлетовская цена 80 евро И сейчас 50% на нее скидка Что касаемо свитера Он довольно симпатичный Это размер S Но здесь вы можете видеть Такая форма оверсайз Он довольно объемный Приспущенный рукав Здесь какие-то еще небольшие разрезы В составе здесь имеется шерсть И мне именно под этот образ Почему-то захотелось примерить кепку В принципе, смотрится все довольно стильно Конечно, брюки или обувь или брюки Я бы здесь что-то изменила Потому что мне не нравится Как все это приткнулось вниз Но я же взяла здесь ботинки И... Только не смейтесь, пожалуйста Это два левого Долго заостряться на этом образе не будем Давайте примерим еще платье Скорее всего, я возьму себе эту майку Потому что она органический хлопок 100% хлопок И всегда, в принципе, футболок много не бывает Что ж, довольно симпатичное шерстяное платье Я уже это все примеряю под свои кроссовки Но, конечно, посмотрите, как сразу Добавляется объем И в плечах И здесь Но она такая пушистая Такое теплая На зиму, конечно, под сапоги Под какие-то ботфорды Будет прекрасно смотреться Немножко просвечивает Немножко просвечивает Вы можете видеть Так что тоже, в принципе, не знаю Насколько оно функционально В плане... Это всегда надо что-то поддевать Или, может быть, какие-то комбинации Или просто топы Потому что здесь внизу Оно тоже, естественно, будет просвечивать Вот Цена его, по-моему, около 300 евро И сейчас Оно также с 30-ти процентной скидкой Сейчас, кстати, довольно актуальный Принт Зебра Посмотрите, вот 100 евро Какое замечательное платье Сапогами Будет просто Сказка Уже какое-то, смотрите Аутентичное В такой какой-то славянской эстетике Милый бутик здесь И также, если кто-то вы из Стокгольма Имейте в виду Вот Филиппако Баймаленберер Какие-то шведские бренды Здесь Неплохие Видите Можно найти его Утлите Вот оно, это платье Видите, она в джинсах Находится А грудь оставила открытой Ну что, я покупала Ну что, друзья, я себе купила эту футболочку Очень довольна И я думаю, мне на лето, на осень На какие-то комплекты будет вполне себе даже находкой А сейчас давайте мы с вами уже пойдем, наверное, выпьем чайочку кофе Немножко взбодримся и пойдем в Икею Потому что не хочу находиться там час пик Потому что это будет катастрофа Поехали Иду назад Там такие большие очереди До 3 часа простоишь за кофе И у меня осенило Я же могу выпить кофе в Икеа Кстати, я уже забыла этот вкус Икеа находится совсем рядышком здесь Все в пешей доступности Вот на той стороне идут бутики А здесь идет Икеа И вот еще такой, по-моему, там Folkhemmet Это шведский магазин мебели Тоже классный там Классный интерьер Довольно такие Не бюджетные цены И спортивный магазин Помню то дикое время, когда в пандемию запускали по несколько человек И здесь были безумные очереди И если тебе надо было Какая-то вообще, я не знаю Штучка, дрючка в Икее Ты просто плевал на это все И отказывался от похода Потому что это все было, конечно, невыносимо Сейчас как приятно глазу Пятница, вообще никого нету Я надеюсь так же будет и внутри Ну что, давайте пойдем за кофе Какие здесь вкусные вкусняшки Но мы только возьмем кофе Потому что только похудели Потому что не стоит кушать вкусняшки Друзья, кстати, очень вкусный кофе Прям очень И, собственно, я уже давно хочу С вами, знаете, о чем поговорить Вы меня просите Некоторые мои новые подписчики Просят меня рассказать немножко о себе Так вот, я, знаете, что думаю Давайте вы под этим видео напишите все вопросы Или какие-то предложения О чем бы вы хотели, чтобы я вам рассказала Также вы можете писать мне напрямую в Инстаграме Кстати, друзья, не забывайте подписываться на мой Инстаграм И также на другую страничку, на которую я делаю коллажи с аутфитами Также я туда добавляю ссылки Ссылки в Телеграме есть Так что не забывайте подписываться на Телеграм И, в принципе, на любой этой платформе Вы можете задавать мне вопросы И потом я постараюсь именно в видео На них же и ответить И также рассказать немножко о себе Потому что я рада, что вы подписываетесь на мой канал Нас становится больше И, конечно, возможно, не все обладают какой-то информацией Обо мне, кто я, что я И почему вообще я бегаю по магазинам Вот, собственно Так что я думаю, это будет интересно И, друзья, не забывайте подписываться Потому что я посмотрела Вчера статистику, аналитику У меня 72% смотрит меня без подписки Смотрю видео Я такой пирожок в этом мохнатом платье У меня не покидает последнее время Одна очень интересная и актуальная сейчас идея Я думаю, возможно, вы уже знаете Вы можете выходным столом составить, допустим, 6 стульев Разных стульев Конечно, желательно, чтобы через них проходила одна общая линия Да, как бы они были не совсем уже разношерстные Но это так красиво и динамично смотрится Умно придуманы полки сверху для книг Это просто сверху мобильно Нигде ничего не мешает И все функционально Здорово Вы знаете, что меня всегда подкупает в магазинах интерьера Ну и в частности в реке Это сервировка Я вообще никогда не могу устоять от красивой сервировки И я обожаю именно шведскую, скандинавскую подачу Потому что все очень просто, выверено И так эстетически красиво Какой яркий, красивый интерьер То есть темный, но с яркими цветами И, знаете, вот я всегда люблю это созерцать на картинке Вот в частности в Икеа Но я не представляю, как это все могло бы смотреться у меня дома Во-первых, это пыль Очень много пыли на черной поверхности Это, наверное, единственное, что меня отталкивает от данного интерьера Когда вижу дрова в интерьере И это сразу такой уют Это сразу так располагает к домашнему очагу, комфорту Ты знаешь, что рядом где-то находится камин Как в частности здесь какая-то печка Смотрите, как мило все это выглядит Ну и, конечно, сервировка Та-дам! Так, ну вот светлая кухня, конечно, более функциональна, на мой взгляд Этот скандинавский дизайн Боже мой, как это все мило Как это все притягательно Гляньте, какой красивый подарочный набор И чашечка, и печенька, и кофеёк И ещё и лода Потом такая коробочка останется функциональная Вспомнила, что у меня есть шикарная камера Которую я ещё никак не могу научиться пользоваться Она какая-то очень такая умная И не хочет брать тот радиус действия, который хочется взять мне Но вижу, обзор, наверное, немного лучше Да, давайте продолжать смотреть Вот, собственно, также чёрная кухня Конечно, посмотрите, когда здесь много каких-то функциональных полочек Куда можно спрятать кулинарные книги Вот это вот решение, конечно, просто превосходная камера Ну, покажи ты людям Посмотрите, это красивая каменная стена И, несомненно, такая какая-то итальянская эстетика Вина так красиво упакована Девушки, как вам такой открытый гардероб Когда все полки, обувь, всё стоит И здесь рядом кровать Камера, пожалуйста, покажи кровать Что ж ты такая медлительная Надо быстро Куда рука, туда и камеры Ну, я, если честно, не очень люблю такое решение Во-первых, это непрактично Во-вторых, я очень педантично отношусь к состоянию своего дома И вот, когда кровать рядом И потом какая-то уличная обувь То мне это не очень нравится А пришла я, друзья, собственно, за досточкой Моя любимая досточка, которой я из меня уже несколько лет Вот она у меня, я её испорчу, там чем их поставлю Оно у меня почернеет И я прихожу снова и её покупаю Так что одна досточка, больше ничего не беру Я даже, кстати, чтобы вы понимали Не взяла никакой пакет, чтобы не набрать ничего лишнего И взять только то, необходимое, зачем пришла Это же скоро Хэллоуин, совсем забыла Хочу вам показать свои какие-то небольшие покупки из H&M Home Но я кое-что отправила, уже просто не выдержала Это огромное количество коробок у себя дома Взяла вот такие вот хлопковые полотенчики на кухню Очень милые, кстати Сейчас покажу вам действие И мне пришла купить себе вот такой вот миленький полосатенький фартушок Чтобы не запачкать свою домашнюю одежду при готовке И поэтому сейчас именно в этом фартушке пойдёмте готовить спринг-роу Друзья, у меня вообще какой-то постоянный дефицит железа И вот эта вот добавка мне очень хорошо помогает Блюд софт именно в такой осенне-весенний период Как-то немножко избавиться от головокружения Вообще, не знаю, вам интересно такие влоги? Интересно, когда я что-то рассказываю, показываю, что мы покупаем Что мы едим Кстати, я, если вы не знаете, не ем мясо Поэтому я живу только на рыбе и на каких-то морепродуктах Ещё я буду готовить спринг-роллы Это, естественно, рисовая бумага Затем я не с рисом буду делать сегодня, а с лапшой Это рыба специальная для суши Огурец я уже подготовила соломкой Сейчас ещё порежу авокадо И холодную воду, чтобы размягчить листы для скручивания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова